приветствую дорогие друзья небольшое но надеюсь кому-нибудь полезное видео собственно попросил мне подписчик подобрать ноутбук до 10000 рублей в ростове-на-дону подборами не занимаюсь уже длительное время потому что просто нет времени на это катастрофически я вам об этом уже говорил поэтому в общем в порядке исключения все-таки нашел время и буду подбирать и сейчас посмотрим что у нас есть на рынке вообще какой трэш у нас продают и что хорошего можно приобрести я найду пару-тройку вариантов более-менее адекватных и скину ему ссылки дальше он уже сам будет выбирать что ему ближе по душе либо ближе по расположению варианте к 23 минимум нужно подобрать ставлю ценник до наверно 12 тысяч рублей дальше можно поторговаться вот и цену от тысяч ну наверно 6 500 к примеру и можно элементарно чтобы он просто работал веб-серфинг там элементарной задачи 1с бухгалтерию поставить офис ничего сложного кто-то скажет зачем вообще этот подбор нужен сейчас я вам продемонстрирую зачем и нужен почему собственно эта тема актуальна кому она нужна сразу отметая вообще перекупский вот эти варианты с макбуками старыми на core 2 дуо это да кому-то нужны эти аппараты но это вообще не тот случай нужен простой на windows и и при этом рабочие с аккумулятором кстати этот важный момент либо с возможностью замены аккумулятора так это на samsung причем достаточно старенький в основном все эти самсунге очень проблемная да и 5 1 315 ну блин не мне не чуваку ну понятное дело отсутствует разъем под наушники ну блин ломаный переломанные деланы переделаны сразу сразу отметается опять-таки первое поколение джитти джитти в 105 м это просто хлам на core 2 дуо сразу мимо линовка линовка судя по фотке 580 580 правда n 580 ну ничего по состоянию по состоянию до обычный 580 обычный бюджетник цена 10 состояние 7 из 10 оперативки 2 гигабайт нет это уже не подходит еще и без жесткого диска точно не вариант в идеале на ssd жки живым оком найти дальше эйсер у нас идет это 5420 какой-нибудь что-нибудь похоже перекуп модельку не указывает разумеется 610 не самый лучший вариант но там есть интеграшка в этих ноутах интеграшка была и на ней если что можно пользоваться клавиатура меня на и новая китайская но состояние хорошее вопрос конечно по петлям что там с петлями потому что у этих ноутбука всегда была беда вот интеграшка есть intel hd 3000 дискретка даже если сгорит вообще не проблема матрица непонятно засветы есть или нет слишком такая яркая разнообразная картинка если бы картинка благ немножко попроще можно было понять есть засвета или нет меня на клавиатура с одной стороны плохо с другой стороны хорошо клавиатура у них не славились надежностью поэтому очень часто очень это по сути самая заменяемая клавиатура которая только существует ноутбуках меняли видно аккуратно вот эти части не замяты я бы посмотрел данный вариант сфоткан кстати 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 где здесь до зарядочка не подключена значит аккумулятор живой индикация какая-то аккумулятора есть что там в описании несмотря на то что перекуп но все-таки ознакомимся а и 3 250 жесткие 4 оперативы 15 6 hd но в целом как вариант немножко старгануть бы и создать куда поставить или бог пусть в эту цену создать q я в общем на заметку это дело возьму вот дальше уже перекину ссылку будем уже отталкиваться то что дальше будет синг-пад не подходит диагональ к у него меньше чем нужно нужно 15 6 именно здесь 14 дюймовым 553 м были конфигурации адекватные на 4 1 днях но также были также также кстати полный комплект это небольшой плюс винты на месте винты родные наклейка не содрана не стерта тачпад не затерт клавиатура непонятно родная не родная с этого ракурса не видно ну вот здесь она усажена чуть ниже как будто здесь чуть выше но опять ракурс ракурс непонятный родная наклейка не затерлась core quat n28 40 2842 оператива точно не подходит слишком слабо и возможно там будет распайкой даже заменить невозможно такие подставы бывали и зрители моего канала это знают я много раз обозревал подобные ноутбуки показывал их материнке насколько там все ненадежно и бесперспективно выполнено 650 650 650 и 5 мое почтение 8 оперативы что там с аккумулятором аиду человек открыл ну аккумулятору вафля он крестик стоит на аккумулятору вафля 9500 цена ссдшка установлена а батарея 30 минут ну кстати еще неплохо корой 5 на интеграшки не на диск редки не на им дешней которая отвалится от горит в целом рабочая лошадка неплохая аккумулятор хотя бы 30 минут из того же 1с выйти сохранить там все что угодно в целом хватит тем более если что можно докупить какой-нибудь другой аккумулятор в общем пока что на заметку пока что на заметку но все равно это hp он все равно под вопросом ноут рабочем состоянии о фуфов стерли тачпад в мясо пенсион четырех ядерный но это юшка она практически не живая это экстенза 5025 10 но что-то доверие мне не внушают как-то похабно выглядит очень хотя бы протер либо здесь какие-то следы как будто он заливался ну не знаю при всем при этом еще диск редко есть винты винты все на месте насколько родные не родные непонятно петли делались не делались непонятно не а на самом деле удивлен пока что вот эти варианты смотрю более-менее адекватные есть есть из чего выбрать вот города когда подбором занимался открываешь и там просто две-три страницы листа шить до 10000 вообще ничего нет как бы под замену блин все равно и чпишка еще и такая старая aspire one нифига себе просто 10 один ноут продают за 8 косарев 8 косарев новый столько не стоил еще и на mdc каком-то там 60 мдс 60 е-моё ssd 256 да какой создает там ничего не поможет это мертвый ноутбук это мертвый изначально мертва не на атома были мертвы она мдс 60 это вообще мертвую дальше у нас asus по крышке какой-нибудь 540 все сброс исчерпан n-3050 сразу сразу мимо это хлам и даже человек цену скидывает вот было у него 8 уже 7 нифига до 5 пусть скидывает тогда еще кто-нибудь подумает кто-нибудь рискнет детям мультики смотреть взять эту штуку это вожди качество даже в лошади не потянет это бред короче так аккумулятор живой учеба работа 1с это хорошо 4 оперативы пойдет два ядра плохо то что не указывают что именно там два ядра два ядра разные бывают мдс 60 тоже два ядра но они вообще никакие ничего не тянут ничего не могут странно что человек отдельно акцентировал внимание на петлях может они ремонтировали специально сфоткал типа смотрите все четко и один все сразу мимо 8000 это для него дорого это для него дорого линовка 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 этого серия либо за серия за серия скорее всего до за серия с этой крышка куда винтики деле странно ладно это за серия маджишка ладно ладно окей странно очень странно да вы серия крышка была металлическая здесь только топ кейс клавиатурка кстати клавиатурка как-то неровно сидит или пытались снять ее оторвали внешнюю часть travel made нет этот сразу мимо сразу мимо на md текст такс 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 линовка мелкая сразу мимо в 3 571 промпомпом брал за 12000 бла-бла-бла о фуху х 8 не sony вайо сразу мимо не то чтобы предвзято отношусь к некоторым моделям и вариантом просто я не хочу заведомо проблемные ноутбуки даже рассматривать поэтому сразу мимо 502 тоже не хочу уже 570 более-менее еще но но бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла 570 куда не шел но блин это новая клавиатура сразу видно абсолютно новая клавиатура зарядка мотанная перемотанная или ремонтировалась или что-то непонятно делалось видно какой-то перекуп походу очень грамотно фотки сделаны то есть вот у нас фотка сделано чуть дальше ладно это ольга значит у меня просто есть талант делать фотки но не знаю под вопросом не этот ноутбук как вариант но как не вариант 14 дюймов для простой задачи это по-любому чпи 14 на н-30 50 до м сайт престиж жалко как хороший аппарат и так бездарно ушатали его очень жаль очень жаль а 5 8 14 дюймов дисплей блин может себя и затем и по моему как раз лежит 14 дюймов матрица хорошая качественная песка как раз пригодился бы 13 4 дюйма нет сразу мимо макбуки на корту сразу мимо днс как от огня советую всегда сторониться от них это страшная вещь иру ирбис днс вот эти фирмы это просто жесть какая-то при но это бы 590 штука неплохая главное чтобы аккумулятор живой был без аккумулятора это пустая трата времени денег ну тоже непонятно какое-то описание описание подталкивает сразу мимо 17 дюймов слишком большой ноутбук все-таки на будет транспортировать и прям 15 6 это было одно из условий у ее т4 500 очень старый ноутбук ошиба но ты первое поколение чай фотки не родные соневая надежностью не блещет asus на амдхи 54 какой-нибудь до 53 по сути одинаково 53 54 54 там хотя бы intel иногда ставили а здесь тупая млэшка ученику на не гонится и слабо и горячая и медленно и не вот 500 500 какой то 505 бы 50 30 какой-нибудь со 110 110 идиопат не 110 идиопат фильм смотрели только фильм смотреть годится там даже 1с не запустится для 1с желательно 8 уже все такие времена настали если года четыре назад и подгонял ноутбуки людям в магазина с четырьмя гигабайтами узу и этого хватало то последней ревизии плюс онлайн какая-то бухгалтерия дополнительная о дел мы знаем такой дел делал обзор на него на да 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 именно так да в целом терпим модел прикольный но слабенький уже к сожалению нужно слабенький для нашего времени 11000 тоже достаточно дорого было бы там хотя там кстати и песка стоит это огромный плюс но это диагональ к 11 6 дюймов это огромный минус это он очень слабенький там 4 ядерный пентиум распаянный с ультра низким ультра эффективным потреблением семерка максимальная 110 идиопат мимо сразу дал инспайрон старый вообще не советую леново b11 b11 где его взяли откуда он m3350 меня даже король 3 2 поколения будет намного шустрее вот в данном случае чем тот процессор так перекуп а вич распаянный 3 жесткий диск что ssd 20 гигов он туда в разъемом sat ssd шку на 20 гигов тулил он нашел наконец-то куда и втулить не это это дичь это полная дичь параметры указаны amd 4 еще и старый не повели он же 6 можно благодарить этот ноутбук своим вообще существованием без него многие сервисы не существовали бы вообще за юзаны и затертый сдохлым акумом стопудовым комплекте зарядка сумка промо ромбом прокомнатор ничего не указано не держится понятное дело саневая мимо сразу к 52 он что-то дальше хлам один пошел какой-то хайер хайер линовка на амдхе амдхе линовка сразу мимо что такая грязная линовка заюзанная установлен антивирус не но если антивирус установлен но это прямо надо брать ух кто-то постарался здесь кто-то очень хочет продать все расписали о ее 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 вернуть конечно хорошо ну так покупать чтоб не возвращать вот ряня держит заряд все сразу мимо таши 18-3 мимо саневая прикольная сумка но в данном случае нам не подходит делом спорим 15 тот случай когда делу не советую брать потому что он очень слабенький очень ненадежный inspire на 15 вот эти версии которую они не очень совсем быстрый acer быстрый acer с новой клавой ой этаж этот 54 это 45 20 54 20 метре топ кейса лежат таких новая китайская клавиатура он видно все под ней ну и задиры небольшие есть уже когда меня здесь на волной пошла здесь ниже лежит здесь выше лежит не защелкнули до конца ну бывает чем там еще видеокарта должна быть по идее какая-то 410 что-нибудь такое создать очку новость закинули аккумулятор даже держит ее мои не видеокарту же отгорела видимо они всегда с видяхами шли я не помню на стройках никогда здесь какая-нибудь 330 было 320 что-нибудь такое на 512 на гигабайт 410 даже были ой-ой-ой-ой а 45000 очень плохо короче мне кажется надо подбор уже заканчивать потому что там все хорошие варианты уже были дальше идти уже некуда т4 400 это прямо очень плохо видимо там очень хорошо разбирают ноутбуки которые с хорошим с хорошими характеристиками чем дальше буду копать тем меньше там чего-то хорошего будет тоже древность по сути древность это дел на энергоэффективном пентиуме селероне тоже ним 1 и 3 гигагерца два ядра и оперативы то очень плохо и очень не юзабельно что мне картинка честно пугал 1 там как будто а я понял аккумулятор держит аккумулятор держит это точно такой же старенький а сердце нам только на п-6100 точно такой же эсер точно такой же делал intel core ноутбук трансформер это точно такой же дел intel core кого но это не в 131 нет не похож ну какой там core inspire on 11 3000 серии какой там core вы серьезно как вы туда core вставили видеокарта intel amd ram 6816 оптимальные технические характеристики на что они рассчитывают бреда написали какого-то корой 3 core и 5 не нет не было в этом inspire не 11 вот этом трехтысячной серии не было коров вообще там были пентиумы пентиумы днс мимо соневая мимо asus 54 до 53 4 какой-то asus то блин на шестом ну это хлам это хламус это прям хламус до 54 стер чувак наклейки типа скроют модель не узнают что это ноутбук 11 года что он древний как блин ему ноутбук все уже он мертв уже что с ним делать еще на а6 3 400 м сам по себе просто неплохой вот именно это 3 400 м но но очень горячий и вместе с портцом обычно греется жесткой видеокартой моста но все вместе еще отлетает не это вообще бред ох ну прям вообще samsung samsung что ж там люди так самсунгов на купили страшно 270 17 дюймов 17 дюймов нет 17 дюймов к сожалению нет офисные цели в 50 какой-нибудь g50 g50 не еще и глянцевая матрица там и так все плохо еще глянцевая матрица паккарт был покор был да по сути такой же этот x с экстенза только до 2840 как мы видели только оперативки меньше меньше и состояние вручка получше прикольный ноутбук но надо чтобы оперативки было больше еще и создать уставить а если это и другое ставить ну нет это уже не тот вариант который нам нужен очки повелён 15 мимо сразу 55 51 g на м д хи фуловый и заряженный мимо сразу же нам не нужен одноразовый ноутбук вы еще пытались оживить ссдшкой да они это жесткий диск 1050 куда не пить их отделе по умолчанию пить их а должен стоять их что это днс какой-нибудь не тоже есть и 2840 да да точно такой же как мы видели ранее мага бук по карты был по карт был магнат цифровый магазин что-то там какой-то там трейдин 610 мы тоже видели а и 5 про аккумулятор ничего не указано сломан корпус петли имеется ввиду так заклейте петли петли же делаются элементарно а куска здесь нет а как-то получилось и что с крышкой неужели крышку не смогли до петлям хана петли они сделали а вот это не аккуратненько вырезали вот эти три шоточки которые здесь должны быть их просто вырезали обычно петля отрывается дальше он расслаивается при каждом открытии раскрытия ломаются решеточки в итоге за полгода год эксплуатации активной разломается вся решетка разваливается весь корпус что дальше с ним делали то уже страшно представить он весь какие-то жестких царапинах ну не знаю очень страшно 8000 конечно вкусный прайс для и пятого но хорошем состоянии найти g50 30 сразу мимо на и 2820 это вообще страшно и 2840 еще куда не шло там для очень простых задач на ссдшки с 8 оперативов двухканалище поживет 2820 хуже значительно протертый про юзанной 54 asus до а6 3420 мне сразу мимо rv515 на md и 350 пушка гонка купил и мучаешься потом пытаешься дальше продать кому-нибудь кто-то его еще подставку охлаждающую купил и мы ем и и метр бесполезно это мертвому припарка как там правильно говорится я не знаю пунктам и 5 и 5 и 5 521 о ей мд едва туда засунули сразу мимо макбук 47 36 джи очень старый ноутбук очень но это это бред это не наш случай совсем 17 год есть шанс что там что-то хорошее может даже ссдшка будет едва мда едва нет без шансов макбуки sony вайю 52 asus b50 10 все хлам уже ссдшку поставили но это им не поможет ну там там чего не став все равно он слабый все равно слабый тормознутый даже просто не написали потому что там стыдно за такой проц даже не смог запуститься чтобы сфоткать в первая фотка даже без запуска клавиатурка кстати менялась да он поцарапали сверху а тут не защелкнули как будто бы вообще не камельхо не вариант 5750 же самый ремонтный наверное ноутбук acer всех времен и народов вот как в hpsg 6 а это вот 5750 же саморемонтный там и платы всегда горели и корпуса рвало и аккумуляторы дохли не спасибо спасибо как-нибудь в другой раз не хочется вляпываться нет это линовка точно мимо samsung мимо самсунге все мимо сразу автоматически кроме кроме тех которые для европейского рынка точнее для европы и для америки вот те можно рассмотреть там более прочные более качественные корпуса более мощная начинка там нет сейлеронов пентиумов им дает этих радионов там стоит обычно корой 3 корой 5 корой 7 и какая-нибудь nvidia карточка при этом при этом стройка там не заблокирована не отключена при этом там более качественный корпус более хорошие ячейки аккумулятора как показывает практика мне приходили samsung из сша у которых акум живой ноутбуком по 10 лет здесь же ни одного раза не видел samsung с живым аккумулятором родным родным это прям редкость это максимальная редкость это мы уже видели sony в мае наверное буду заканчивать раз наверное еще один какой-то вариант постараюсь найти и на этом видео буду заканчивать почти вариант который в начале были это были самые лучшие ух а 17 это прям до для меня это ноутбук легенда когда-то я напоролся на такой ноутбук очень жестко только 630 картой я приобрел два таких ноутбука после одного офиса корой 7 процессор 635 даже карточка я помню рассказывал на одном из стримов как я вляпался жестко по сути попал на на стоимость одного ноутбука практически то есть один мне удалось продать и даже в другой офис даже немножко в плюс первыми не вернули по итогу потому что там новый аккумулятор не прижился он просто пыхнул сделал там дырка размером с палец получилось в аккумуляторе и материнка вкз ушла по процессору по чипсету и даже по линии питания видеокарты то есть дальше я уже ковырять и даже не стал эту плату понял что тоже бесполезно там пробило все что только можно закума по сути напряжение в 18 по моему вольт там очень высокое напряжение на кумах прошло практически по всей платье и все что можно было выбить выбило то есть он три дня поработал от нового аккумулятора дальше укоротнула что вот aspire d1 я один в целом в общем и целом уже с петлями ремонтированными вот что-то там какой-то колхозинг наблюдается семьсот десятая пентиум 960 960 пентиум хороший пентиум да он хороший но сам ноутбук так себе пробук папа пробук вот это интересно на этом пожалуйста поподробнее о ком живой батареи не держит блин вот пробук это у это совсем другая история даже с учетом отлома на этой ерунды вообще ничего страшного просто не будет защелкиваться крышка даже по фигу на вмятину честно говоря по фигу даже на вмятину если там был живак у можно было бы его рассмотреть пробук на голову выше по качеству и надежности еще можно было поторговаться мне несколько таких именно 45 30 с было вот в целом они очень неплохие но опять таки нам желательно желательно что-то под ключ готовы и вот дальше один хлам идет какой-то а и 3 4 на 5 12000 перекуп магазин вряд ли уступит не хочу открывать дел нет вот была моделька 51 10 это 71 10 такая же как и 51 10 проблем на только семнашка тошиба 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 либо очень старая либо просто до очень старая тошиба блин умели они делают как-то свое время ноутбуки они были прям хорошие интересное а потом что-то у них пошло не так и они перестали для нас делать ноутбуки вы смотрите какой проц п 9300 для того времени это прям пушка гонка была на самом деле на год 2008 по моему ли 7 но сейчас понятное дело в современном мире он уже не имеет место этот ноутбук совсем любой полудохлый amd процессор даже будет лучше чем этот корр 2 до к сожалению к сожалению это так потерялась кнопка клавишей в 4 работает но и 5 блин очень мало информации и ценник все-таки кусается немножко бы подешевле время человек полторы тысячи на кнопку скинет а желательно как бы еще дешевле чем 10000 не двух кнопок работает медленно грузится батарея уставшая на 5 тот же самый эсер вот типовая в их проблема это вот здесь пятно и там пятно обычно образуется если много работали здесь пятно если много играли там пятно нбу кейсер ну понятно это тот же самый экстенса да 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 на том же самом процессоре не сразу мимо смысла нет смотреть там есть вариант тут получше даже в таком случае cq60 в целом это неплохие ноутбуки были еще были конфигурации у них неплохие намного лучше были чем же 6 по крайней мере мне нравились они больше чем g6 g580 петли уже сделали пакар был кстати то ешься девятый то ешься девятый это хорошие любят и 11 уже смененной клавиатурой петли непонятно уголки просто потеряли блин на селероне еще с двумя оперативой ну что ж вы ребятки их очень жаль и рубис сразу мимо samsung rv515 мимо и чпишка мимо вообще на запчасти продают за восемь косарей синг-пад опять sony вайон тошиба сателлит frankenpad страшно очень страшно если познали что это такое но мы не знаем что такое 540 asus в еще один пакар был такое же правда название зачем-то записали вот прям его модель серийную лучше по не модельку нормальную написали ты е69 cx на 369 ты ешься девятый при этом модельку модельку написали но блин гуглить по этой модельке там будет пентиум это в базе у них пентиум был по этой модельке жить и 549 м человек изобрел новую видеокарту просто какую-то не это хлам но еще один кстати не даже другой это уже другой по карт был что такие фотки странные все залили его дону пятнище какое-то страшное не то очень дорого для широких целей ноутбук мощно стильно молодежно все ребят по ходу видео на этом буду заканчивать потому что чудо прям как-то очень плохо в матрице конец дальше один мусор пошел я даже открывать это все не хочу ну этот ладно еще открою я надеюсь что там что-то хорошее стоит по камушку пентиум клава меня на на чем поменяли хорошо и пентиум распаянные двухядерный без потоков не это это не то совсем опять нетбуки 580 линовка 580 линовка тачпад в мясо стертый в целом это неплохо клавиши то живые целые и рядом с тачпадом слева справа тоже все целое живое держит несколько часов и 3 и дожди 4500 жесткий блин вот и есть бы люфт одной кнопки на тачпаде удивительно можно даже догадаться на какой именно кнопки было по создать к можно было подумать но вы совсем мало работал это какой новый где новый ребят я вижу ноутбук которому 12 лет где он новый какой новый где он мало работал бредит там вы чем серьезно новый ноутбук новый игровой hp все сейчас это посмотрю и на этом наверно буду заканчивать давайте посмотрим на игровое решение от компании hp до 64 400 м ну и какая микрофоне такая же стоит стройка у него есть хорошая и графоне какой-нибудь там соответствующий нет это все что он там тянет тянет все на ура танки на минималках 40 кадров это на ура вот примерно так он будет работать ну в то же время нам же не для танков но опять-таки надежность он не блещет этот ноутбук поэтому но и создать с 1 531 531 в целом был неплохой лучше чем экстенза вот то но опять таки очень похоже что клавиатура не родная а и 30 50 и все там и создать даже не спасет это дорого для него тут матрицу ушатали хотят за 1 500 продать ну вы серьезно 1 500 с ушатаной матрицей но короче ясно в самом начале были самые живые наверное варианты дальше один хлам какой-то пошел и копать можно еще 10 страниц и толку будет от этого мало в общем и целом как то так не знаю зайдет вам такой формат видео или нет нужен он или нет знаю меня аудитория любит принципе ноутбуки когда-то я на стримах должен даже проводил подборы но к сожалению так уж получается что нет времени лишнего свободного даже нет времени сейчас на монтаж этого видео я его просто сейчас закину не знаю когда публикация будет надеюсь сегодня мне просто уезжать час надо потом когда вернусь уже после 9 10 вечера если уже успею сегодня смонтировать загружу и выложу а так уже непонятно в общем пишите комментарии что вы думаете по этому поводу если есть какие-то пожелания к плюс-минус такому формату видео если она вам нравится если она вам интересно может в качестве исключения опять таки буду делать подбора если кому нужно кому интересно если просто контент вам интересен такой тоже пишите что-нибудь буду думать буду придумывать для вас всем спасибо за просмотр до новых встреч